Ну что, скучали по мне? Ну, конечно, кому он нужен, сейчас будет зум, подождите, сейчас я зайду, нужно мне сессию, лучше, я не знаю, сейчас нам нужен зум сегодня, потому что будем ходить. А вы знаете, что вы почти выучили руби? Почти выучили руби? Ну, на самом деле, дальше у нас, ну, естественно, вы, конечно, нифига не знаете, но… Да, но реально, если ходить по лекциям дальше, у нас начинается уже веб-неработка, и до слова веба, а по рулю больше ничего не будет. Ну, потому что нет смысла с вами еще три недели или три месяца осуществить руби, все равно будет учитывая по ходу движения, но, тем не менее, лекции по рулю у нас, в принципе, закончились практически. Вот, начнем по плану ревью ваших домашних заданий, целых… Да, ревью ваших домашних заданий сегодня, будем опять обсуждать то, что вы накодили, если можно так сказать это мягко, вот. И начнем с вопросов, которые хотите задать мне, целых пять штук, я жду. А где у вас какого-то видео? Надеюсь, видео нет. Они есть. Может быть, EuroBus не запустил пост, но, наверное, они есть. Они есть? Все есть. Кто-то мне наврал. О, окей. Я пишу экран, наверное, должен писать. Да. Нет, не знаю. Да. Все хорошо. Окей. Какие по вопросу? У кого что не получается? У кого что не получается? У кого что не получается? Кто хочет попастаться? Ну, давайте. Давай. Будет ли тест? А вы хотите? А если будет? Ну, я очень надеюсь, что вы будете с нами по себе. Вот. Ну, если придется применить селекцию, то мы применим. У вас сегодня человек, наверное, ждет… А, на списке надо дать вам. Нас бы устроил человек где-то сорок. К тому моменту, как его подойдет к веб-разработке. Мы наконец-то могли начать порадить, что у меня нет ручки. Надеюсь, ручку. А, возьмем, пожалуйста. Просто тест — такая штука, и потом проверять надо сидеть. Вы бы знали, что вы там потом напишете, как его сидишь или вуу. Ну, то есть, у нас смешно, но грустно. Мы посмотрим. Мы с Юрой еще не решили, будет тест. Если он будет, то он будет для вас в неожиданности. Поэтому у вас не будет шанса подготовиться и сесть за учебники. В основном, мы скажем, сегодня тест. Все пишем. Кто не пишет, тот не сдал. До свидания. Тест? Там обычно задания и все. Ну, то есть, там нет, типа, там, выбери из трех, выбери из пяти. Там, конечно, задания, типа, что делать в подход, что делать в подход, какие преимущества. Нужно писать текстом обычно таким. Ну, посмотрим. Я не знаю. Кейт, кто еще раз? Третий домашек с вами родишь? Да. Может, даже сегодня вместе с вами ее придумаем. Я еще придумываю домашки на ходу. То, что вы там видели домашки 1-2, это было придумано во время лекции. Может, у кого-то есть проблема, которую он хочет решить, и вот он напишет. У вас есть проблема, которую он хочет решить в качестве домашнего задания? Можем просто семейство решить. Нет, ну, серьезно. Есть ли что-нибудь для низкого уровня упрограммирования? Работа с PCI, с электром, с камерой? Смотри, ну, Ruby не для низкого уровня вообще в принципе. Если ты хочешь использовать какие-то такие законы, то обычно такие вещи пишут на C-шки и соединяются с Ruby. Потому что Ruby написан на C, ты можешь настраивать любые C-шные штуки и как бы компилировать, как обертку для Ruby. Нужно тебе это? Наверное, нет. Низкого уровня в плане, может, сетевого упрограммирования, то есть, в плане сетей и так далее. В плане контроллеров, там, шин и так далее. Ну, нет. Опять же, как бы, подключаться к шине – это все плюс-плюс. Есть всякие, всякие возможности, способы это все сделать. Реально это все обычно пишется на сяк. Есть такая штука, называется LIP API. Нет, просто API. Это такая очень прикольная штука, это API, да. Это такой интересный гемчик, который позволяет тебе… То есть, то, что ты написал на C-шке, потом аккуратненько так прикольно оборачивать, ну, и говорить, как бы, это, вот, моя функция Pulse, которую я беру из моей либо C, как будто ее там оттащить, списывать какие-то аргументы, ну, и потом говорить LIP API и так далее. То есть, он использует такие оберточки для функций. Ну, это не более чем оберточки, то есть, она будет питать все это на C++. Вот. Ну, то есть, Ruby не очень, не знаю, что вообще, в принципе, да, неисковые программирование в целом. Таких скриптовых языков типа. Ну, то есть, явно не Python, явно не JavaScript, явно не что-то у нас еще есть. И даже ни разу как Drive можно эффективно писать такие штуки. Ну, явно ж можно, конечно, наше вот это создано. Да, явно там что-то можно сделать. Ну, вам не советую. Вот этот язык, не для этих целей. Можно превращаться, но нет. Окей. Что нам более конкретное? Еще конкретный вопрос. Штал-код не получается. Давай, еще два осталось. Как у них гитхабов не надо задавать вопросы, то, конечно. Видите, на реакцию дается... Вот вопрос. Я вот даже знаю, по-моему, по-моему, есть у человека, который хотел меня помучить. Кто мне задал вопрос в комментариях в группе? Про рельсы. Почему рельсы? Да, про эстасию. Где он не пришел. Ну, читали эстасию эту? Там прям кто-то прям... И как? Как ощущения? Потрясающе. Потрясающе. Великолепно. Очень странная стена, на самом деле. Может быть, вы не заметили. Ну, во-первых, Петр Селвинса прикольный такой чувак. Я, по-моему, лично с ним не знаком. Но это поляк, такой чувак, уже в Кракове. Вот. У него поиски хорни и поиски борода. Он знаменит тем, что он написал такой гем под названием Virtus. Ну. Вот. Вот. Вот его самый знаменитый гем. Вот. Очень прикольная штука. Мы даже некоторые проекты используем. Вот. Но он, как бы... Он, в принципе, из тех ребят, которые такие, типа, о, надо писать все чисто там в другой парадигме. Давайте писать все на иммутового объекта. Ну, и такое, типа, давайте возвращаемся, чтобы это было интересно. Вот. Вот. И... У него сильно бомбануло. Вот. Потому что какой-то очередной пачку в рельсе сломал его код. Ну, это, знаете, типа, вот, если вот у вас выходит новая версия, чего это основывает новая версия? Ммм... А, ну, вот, типа, у вас выходит новый, там, не знаю, сервис парк для вашей винды, да, и у вас что-то перестает работать. Неожиданно! Боже мой! И, типа, все, винда плохая фигня. Когда-нибудь Microsoft бьет Windows. Высотя примерно же в этом стиле, типа. Ну, вот тут ребята замерзли новую клевую штуку в рельсе, и она теперь, короче, сломала у меня все. Теперь я не могу все делать. При этом, как бы, никто же тебя не оставляет использовать рельсы как таковые. То есть, никто же не говорит, там, типа, чувак, ты должен использовать рельсы. Можешь писать на чистом Ruby и... И плакать. Ну, при этом, как бы, если ты не знает, есть такая библиотека называется ActiveSupport, а вы явно не знаете. ActiveSupport такая штука, которая, типа, дополняет Ruby. То есть, в Ruby можно, как бы, дополнить, то там, прямо, есть много прикольных штыков, и всякие прикольные штыки, они певают в эту библиотеку. Естественно, она добавляет куча всякой ерунды, которая вам, возможно, никогда не подавляет в жизни. Ну, частности, она добавляет методы, типа, там, объект.blank. Там он проверяет на пустую строку или nil. Так, вот, нужно проверять a nil или a не равно пустая строка. Ну, так себе штука. Вот. Ну, и, как бы, чувак бомбанул, и он, типа, все, они, там, типа, могут убить Ruby. В принципе, поэтому там есть такой очень классный комментарий про Java. Видели? Наверное, кто? Не знаю. Комментарий на хабре не читаете? Это просто такая... Ну, там есть комментарий про Java. Вот. Ну, если, по-моему, говорит, ну, а чё, в Java что ли, хуже, что ли, или лучше? То есть, посмотрите, вот, вот это вот, это, по-моему, это callback-чейн, где, как только в ваш приходит запрос в Java, вот он проходит через все-все-все-все классы, когда он прям доходит до вас. Где-то вот здесь, короче, ваш код, а вот это вот здесь, 2-3 классика. А все равно это вот через то, что все написано. Ну, как бы, и живут с этими людьми, и работают, и все классно. Поэтому, кстати, очень такая странная, у кого-то бомбанул, и он тут прям сфигачивался в блокпост. Я с ним согласен категорически. Вот. При этом, конечно, в нем есть такие... Ну, опять же, да, то есть надо как бы все... Я вам говорил уже на первом лекции то, что, да, в груди можно себе очень легко стрелить ногу. Это как бы, ну, все знают. Если это можно, значит, это нужно делать. Нужно себе стреливать ноги каждый день. Вот. Но если вы решили стрелить себе ногу, и, там, не знаю, вставить себе ногу от киборга, то, конечно, можно это сделать. Ну, прикольно. Но, блин, ноги, стальные ноги. Вот. Ну, желательно обладать какими-то медицинскими знаниями, чтобы себе вставить стальную ногу. А не просто отстрелить ногу, а потом думать, блин, как теперь вставить другую. Вот. Вот так же в рубе. То есть нужно как бы аккуратно все это делать, и это приходит только с опытом, а вот как-то не получается. Поэтому, ну, как-то вот так. То есть я очень интересный и бесполезный. ОК. ОК. Последний вопрос, перед тем, как начнем. Давай. Валик, скажи, как правильнее инициализировать, не шаваясь, инстансные перемены. Ну, допустим, умеем 20, да. К примеру. Ну, или, скажем, хотя бы, ну, 7. Почему? 20 или 7 выбери. Ну, конкретнее, что они вылазят за 80 символов. А кто себе поставил ограничение 8 символов? Ну, поставил 5. Ну, во-первых, я всем говорил, что можно на это ограничение не смотреть, оно немножко… Нет, просто, ну, вот, для нескольких времени. То есть мы можем, допустим, просто брать их вставать и реализировать хэшем и доставать из хэшем значения. То есть… Хэшем? Да. Подожди, еще раз. Ну, вот ты передаешь… Ну, вот ты передаешь… А, ну… Какая-нибудь хэшем значения. И когда создаешь объект, описываешь там… Подожди, ну, во-первых, как бы у тебя, как минимум, есть какие-либо аргументы, если тебе нужно сделать там… Вот так. Не-не-не, нет. Не-не-не, если передаешь просто пустой хэш, а когда ты создаешь объект… Понятно, ты говоришь на цифрове вот так вот. Да. Да. А равно options… Так зачем тебе это все делать, когда вот сайт… То есть, понимаешь? Раньше… Нет. Есть еще другой способ, потому что ты… обозначаешь… Да. Слэш-агенты… Прописываешь им параметры… Да. Обвинишь олайс… Пишешь такую штуку, которая добавляет, скажем, собачку… И делает их инстансами. Ты пишешь в одну сквачку… И займет, скажем… Много разных… Можно про штуку, о которой ты говорил еще раз? Да. Я тебе потом покажу, как это начнется… Ну просто… Ты мне вот это вот… Я написал правильно, как ты говоришь? Да. А сейчас… Ну если там будет B, там B и так далее… Ты вот так хочешь сделать… Просто люди очень долгое время страдали от такой штуки и придумали для этого… Ну вот такую вещь… Ну понятно, что они будут не инстанс переменными, там… А это… По-моему, это считается гораздо лучше… Вот так вот… Нет. Да понятно. Смотри, если там все равно много… И тебе не хочется делать ниша вайс на 10 строк… Вот… Ну вот 10 строк… Подожди… Тебе все можно завести в одну строку… Ну то есть… Ты говоришь, что там… Ты уходишь за какие-то мнимые 80 символов… Откуда ты их взял? Но там тебе нужно присвайпать, это все естистос бы переменный… Да. А и… Ты же не будешь множественным всплай Second Story прод achievement story. Ну… Напиши восемь строк. десять… Ну просто можно это сделать проще? Разbbe misunderstanding!! Конечно. Можете сделать это правильно и проще… С В современном сайте как? Тебе как? Слышь… Можно сделать проще. Можно сделать правильно. Правильно сделать, а вот сделать вот так. Не надо делать это как… То там супер круто. Потому что… Ну… Если хочешь, опцию, пожалуйста… Переменны мы, пожалуйста, сделай просто... применим 80 символов это про это очки то есть забудьте правосипов ограничение родом с девятьсот девятнадцатых годов когда у вас эти были мониторы мониторе у них плохо код считался реально ограничение только так себе обычно есть когда вы работаете команде обычно эти ограничения как типа для команды то есть какая-то выдвигается чуваки больше 120 не пишем потому что вот вайсе у него в 13 зимовом макбук у него уже не платят короче ну вот типа тогда вот после 20 нагладились реально 8 сипов тоже нет смысла занимать это помните куча параметров вот так написано сейчас у тебя было написано куча параметров вот так вот вот посмотрим вот например там можно без конструктора вот здесь да можно ну конечно если можно обойтись без инициализации без нее обходимся это абсолютно нормально или это как-то не очень хорошо смотрите там есть как бы то есть да конечно если тебе не нужна инициализация ты можешь без него обойтись единственный вопрос в чем смотри контексту есть такие интересные техники которые сейчас используют допустим вот в теории в теории вот на 6 класса а у них метод фу который можно говорить типа там не равно равно руби не знаю честно говоря это вот так работает то есть но это просто короче запись короче или вот это все переменная ним то есть переменная пустая он ее присвоит штуку если она чем-то уже заполнит он вернет ее и суть такая что в принципе но реально для чтения фут ты можешь бы ну не используя синтализацию согласись типа есть тебя там и бы ты мог написать вот так вот там фу руби да и поставить поймать интервью в принципе но там еще слава там то что там еще такая я и я за то чтобы сделать все в конструкторе почему это как бы понятно как бы ты когда открываешь свой класс ты понимаешь толки если у нас как бы не было фут где-то передано в конструкторе значит мы вот его будем ставить руби потому что эти штуки они просто имеют свойства потом из класса вот этот человек на строго до 200 раз раз строго до 200 500 это будет где-то внизу словно там за экраном и потом можно очень долго искать такие штуки то есть ты такой открываешь такой где у нас тут руби так конструктор сверху не можем найти понять но конструктор в принципе понятно отвечает за специализацию объекта то есть это как раз есть это инициализация эта штука вообще называется руби в эйзи инициализация ленивая инициализация когда ты типа потом инициализируешь ну это со временем с опытом я начал писать именно конструкторе потому что они для этого созданы ты ожидаешь на специализацию объектов а тут уже как бы какая-то билинс клавика больше какие-то и обработки ну что посмотри ваши домашки мы не будем запускать потому что если мы запускать там два дня честно говоря это примерно 20 штук еще две которые мне нравятся не знаю почему не нравится видимо нравится давайте по очереди долгая-долгая ночь сколько людей осталось кстати говоря ну целых 30 на шлях вы понимаете что я 339 пули квестов наше то есть товарищ товарищ себя уже знал да отлично а я знаю давайте будем смотреться как-то вот здесь на экране или не будет удобнее как-то удалить сейчас ребят пока я тут делаю в магию в чем сознаешься у тебя уже смотрим в чем в чем грехи пока я не сказал можешь сказать сразу когда не будем ругать да не мои же ну это понятно это все хорошо вопрос в аудиторию чем нужен этот класс так вас реально был не нужен как-то попал ну типа нужно использовать класса давайте поедут вас и везде хоть что-то сделать окей у нас появилась штука называется парсинг common line это явно какой-то класс парсинг смотрите когда вы называете файлы в руби все слова разделяются нижними подчеркиваниями все они с маленькими букв вот поэтому парсингом онлайн на самом деле должен быть как парсинг common line при этом по гайдам буби парсинг common line ну как бы парсинг это что-то какое-то типа не знаю continuous форма сейчас партишь common line это какой-то класс ну потому что думаете на название потому что они имеют значение потому что его парсинг обычно это все-таки чувствительное или на речи в лучшем случае но не какой-то там глагол поэтому посмотрим вас там тут все вроде просто здесь это сможет посматривать а вот еще одна классическая ошибка видите и вне элемент не работаете то же самое все круто опять же да привет от жавы get name name сделать просто name такие штуки работают если вы хотите сказать что-то в руби типа get name значит вам нужен атридер ней просто вам нужен этот ней всякие get name set name ну забудьте про них это жаре было так то же самое get count arguments что-то там но count arguments и там вообще arguments number наверное тогда еще более понятно так окей это и жаре фарсинг пейдж футбай смотри тут быстрее открывать файлики оупен бла-бла-бла все классно все клево вот такие штуки лучше выносить куда-нибудь в что что а эти штуки типа ну регулярные лучше куда-нибудь в константы то есть тому что вот эти штуки ну то есть такое вершин там довольно тяжело так же как здесь ну потому что регулярные тяжелые что их читают и мышь боже ты можешь написал . плюс там почему здесь был такой с с значит собака с можно меня да да то есть но чем меньше формат я просто думал что такое с это может это типа там секрет секрет текст вот это вот как-то вот совсем странно то есть если в таппинте вы издалла строил струн так было true или false но и помните комментировал то что надо сравнивать что-то струли с фолсом она так уже true или false в рубе также работает все хорошо вот так все как бог все остальное довольно клево больше к сожалению дня не купил могу просто увеличить сейчас тогда мне нифига не окей следующая у нас настя новаковская есть сегодня в зале отлично в принципе я аргументировал за идеей зачем написать класс старта вот так вот но в целом как бы в принципе наверно интересно тогда интересный вопрос смотри почему в классе старта тебя сразу задаются какие-то там параметры такое в принципе создание всех объектов . ну объектно-ориентированное программирование должно происходить конструкторе ты могла бы создать в классе старта каким образом ты могла взять новаковская гиппайер если вот так то это будет тоже довольно интересно ты сделала конструктор а вообще даже можно было сделать очень интересно это передать эти штуки парсер файндер и принтер и прям так и прям передала вот так эта штука в общем титной у него какой-то смысл типа какой-то плазму который был управлял всеми твоими штуками которые ты в них передашь вот так в принципе без этого класса можно было аккуратненько обойтись и все было хорошо что заглянем парсер файндер файндер где там парсер 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 общем парсер все клево парсер парс вот такие штуки можно в одну строку это титр все в одну строку вы там есть столько у тебя не кончилось то пишите тут все хорошо такое сверточка вершин а все я понял количество версий у меня вот интересный вопрос а почему если у нас версия ним тогда мы делаем версию больше равном нуля анастасии защищайтесь чтобы не войти еще раз вообще кажется если версия new то вообще типа ошибка должна быть ну типа начнем да классическая ошибка такая заводчик а на сито вы письма называется файл пас кто не понял слышал не знаете ну в программе это очень такой известный принцип гласит падать можно человек быстро быстрее и чаще а то есть скрывать тут эти вот ошибки это не очень хорошо там есть ошибка у вас возникла где-то прямо здесь то лучше прям здесь его там кинуть возникнется нахуй нападет там но вы будете знать что упала здесь потому что вот сейчас ты сделала здесь вершин там бла-бла-бла а потом где-нибудь там каким-то образом выяснится что короче то есть этом версию передаешь на себе как-то оставит 00 что странно но нету версии ошибку нету версии тем более как его по по описанию сдачи нужно было они должны были обязательны с них нельзя было упустить он сделал сделал бокс не ген файнер ген файнер самый интересный информейшн где-то штука гем свершилась а ты использовал как локальный гем с кэш до гем свершим скажешь за месяц на решение не знаю сколько на рабочие вот но реально реально прикольно то есть я думаю почти все сделали из вас или будет там просто напишку или будет там парсинг страницы что такое вот но реальность подумать что все эти штуки они вас в системе уже принципе есть и можно обойтись помощью такого интересного интерфейса гем свершим вот очень круто единственное что чем проверка на строку пустую строк каким то есть прямо так написано я понял ну интересно на самом деле во первых смотрите тогда а если не возвращает то что ли массив либо либо массив я понял вот проверка смущает честно говоря я не знаю как это сделать лучше наверное я все-таки проверил бы что она тебе скажет ну что-нибудь типа вот на на предмет там ошибка там были гема нету потому что вдруг она вернет там строку только думать адекватный типа строку со всеми 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 гемами тогда будет это странно вот еще по поводу ошибок то кто мечтал трубе стал гайдс все таки кто-то читал вот посмотрел на него вот там еще говорят очень интересные штуки в рубе есть разные вещи как файл 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 и рей и рейс вот вам очень появилось файл тогда как бы во первых что файл что рейс одинаково и там как бы только это только семантически разделяются но лучше всего написать здесь как файл эксепшен как бы но так и так и так что бы ты не сделал но и сэпшен просто вот ну вот файл вот так да все удобнее все выглядит хорошо то же самое здесь окей с партина забрались с аутпутом что там не там какой-то файл а где мы ищем нужные версии аутпуте почему опути еще нужной версии нет смотри ну потому что это же программа как бы то есть она же занимается всем этим это такой странный на самом деле вообще бог неплохо отдельно сделать паспорт возьмем отфильд отфильтруйте штуки а вот просто в себе не забывал и каким-то образом да тут же вывозит то есть кто-то сколько чёка что делает выводит штуки он не должен отрывать поэтому знает такой штука называется сингл сингл паганин не интересно можете выйти серьезно я не хочу вас перекликиват спасибо вообще что называется там как-то странно это сингл Как же он там переводится, помните? Single responsibility, open close рисков, интерфейс, segregation, and dependency, inversion. Вообще, на собеседной такие штуки спрашивают. Вот Solid — это прям чуть ли там не самая одна из основных, кто что спрашивает. Solid — набор принципов, их целых пять, но первый из них — это single responsibility. То есть ваш класс должен делать одну вещь, должен делать ее только одну и хорошо. Вот. Ставина Роберт Мартин, по-моему, его с... Да, Роберт, знаете, Роберт и Мартин? Да, ну его это вот ланг-боп. Я не смотрел когда-нибудь сегодня, всякие там видосики? Да, вообще по поводу «Спасит Проискусство» мне рассказывают очень много интересных штук. Может, даже найдем. Короче, кто вот вечером смотрит сериал перед сном, посмотрите Боба Мартин, какие-нибудь выступления, он реально клевый. Ну, как бы вот просто поставить там Рубикон какой-нибудь его найти и послушать его доклад. Вот, по-моему, вот этот. Нет, другой. Смотрите, очень клевый чувак. Ну вот, поэтому в single responsibility то, что вам нужно. Возвращаясь к нашему коду, output должен выводить. Output не должен фильтровать кем. Да, спасибо. Смотрите еще интересную штуку. Write, join, push, run. Сейчас я собираюсь, что происходит. Dependency, бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Write, run. Короче, мы просто проходили, проверяли версию и разделяли их на две кучи. А потом как ты их вводил, потом уже интересно. Write, join, read. Ты как бы их кусками вводила. Типа вот эти правильно, а эти неправильно. Ну ладно, не знаю. Сомнительный способ, но как-то лучше я пока не могу придумать. Пойдем дальше. У нас тут много сегодня людей. О! Человек с поней. Типа вот такой, первый домашний, который я придумал. Я помню, что мне понравилось. Есть, Саня, товарищ? Да. Клево. Пожалуйста, почему ты так сильно загонялся в плане сравнения всех версий? То есть это class, input, parts. Если класса, так нужно? Может, так нужно? Не, ну то есть клево. Я прям проникся, но читать все очень тяжело. Вот, сейчас я вам его покажу. То есть ты как-то раз открываешь, думаешь, ну, в принципе, клево. Как называется? Input, да? Input, parts. Ну, просто потом так его листаешь вниз, такой, тын-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Такой, так. Вообще, когда у тебя в коде начинаются стуки типа, sp2, это не к добру. Я? Не, вообще, даже так. Когда у тебя в коде есть методы, которых есть в имени число, это не к добру. Вот. Я, конечно, уже почитал этот код, как бы, то есть, в принципе, все ок, но, допустим, вот эти вещи, они немножко пахнут. Ну, пахнут, как бы, пастой, да? При этом, не стыдом, что я придумал способ, как я все делал, прям, сильно исправить. Хотя, хотя можно превращаться. Вот. Ну, поэтому, как бы, то есть, точно, прям, это всех худший код в моей жизни? Я видел похуже. Знаете, кстати, сайт говнокод.ру, да? Никто не видел говнокод.ру. Тут прям, тут прям, прям клево. Тут прям, не знаю, раньше он популярный, теперь нету. Но тут много интересных штук, типа. Ну, вот, да, лучше обработать в течение всех времен. GetUser, Rescue, Error during loading user. Тут прям интересные такие. Много кода от индусов, таких веселых. Intervation, finance. Ну, да, в общем, почитайте. Человек, смотрите, смотрите сайт говнокод.ру, потом почитайте, например, вот такие, знаешь, как, типа, прям, комментарий хороший. Вот. Ну, вот, это, как бы, вот, примерно, вот, наверное, да. А есть такая штука, называется RedRose refactoring. Ну, блин, нет, так называется. RedRose refactoring. RedRose refactoring. В общем, есть такая задача в целом. Наверное, вот, на руке можно найти пример. Да. Есть такая штука, называется, Gladed Rose. Это, короче, какой-то кусок кода, который вообще тогда был написан, и вам нужно его отрефакторить. Вот. При этом, как бы, вы не знаете, какие, какие вообще здесь, ну, то есть, вообще, примеры, как это вообще должно работать, да. Ну, реально, вот это кусок кода, вот он, то, что вот вы видите. Это вот if, 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 else, if, 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 и это прям реально какая-то задача, ее прям решать. Ее очень нужно разными способами решать. Тут просто есть, допустим, тесты, и можно верить, что тесты как бы работают, и можно верить, что тесты не работают, и тогда, короче. Ну, в общем, задача кода-рефакторить, потом в него внести изменения. Вот. Очень интересная штука. Вот, примерно, наверное, как говно-ква-труля. Взяли оттуда, короче, и вот я, куча мокранистов ходить и решать, рефакторить. Увлекательное занятие. Так я вот вернулся, что, ну, это вот лучше, чем, короче, то, что мы говно-ква-труля. Ты понял. Опять же, смотрите, всякие инверсии, которые вы делаете, не забывайте, да. У вас есть unless равно. Просто, вообще, как бы, в целом, человеческий мозг, он инверсивный лодик очень тяжело воспринимает. Когда вы считаете И не равно двум, и там А равно трём, вот такие, блин, не равно, а тут равно. Знаете, вы уже или везде инверсию, или везде неинверсию. Все знают про правила Де Моргана, на самом деле? Голосы как-то вот. Да, ну, я тут, по-моему, на первом курсе его преподают, когда он этим Моргана. У кого-то на первом, у кого-то на втором, да? Знаете, в жизни часто помогает. Деально, вот эта вот штука, которая, если у вас есть инверсия от объединения, вот это, две инверсии и так далее, и обратную сторону, это работает. Часто код можно прикладывать, за рефакторить, чтобы так. Поэтому не забывайте про это метод, про это свойство, оно как бы решает. Так, что я хочу здесь сказать? Да, ну вот, вот это вот тоже интересно, да? Да, я, по-моему, говорил про это. То есть, вернусь true или not false, в зависимости от количества этого, ну, это прям сильно. Вот. Можно просто это все инвертировать и вернуть так же. Или, допустим, переписать вовеку так, по тому же, по правилу Де Моргана, чтобы вернуть, короче, вообще, эта штука была true или false. Вот. Такие штуки, я иногда даже пишу в каком-то проекте, типа, это какие-то такие фильтры. Вот. Но вот реально, реально, это чек-вершн, вообще, стараться лучше делать, как... Я уверен, если кто-то, что-то подумать, посидеть. Чек. В каком-то классе находится. Фильтр. Фильтр для воды. False. Вот. Вообще, стараться это делать, как что-то типа а-ля if, или, или... Вот это вот так. Ну, обычно, например, так оно в конечном итоге побеждает. Тогда, ну, читается лучше немножечко. Не то, что прям совсем хорошо, но немножечко. Вот. Ладно. Все знают проблему с таки этим кодом, да? Я сегодня буду, не буду уже застать внимание. Кто знает, в чем проблема этой ерунды? Да, курва может не быть. А еще вторая проблема, то, что, по-моему, вот эта штука со скобочек, она вообще никаких ошибок не возвращает. Ну, скромно говоря, если вы запускаете код, и там, короче, вот такая херня, не возвращает. Какая штука не возвращает? Ну, ассистем возвращает. Систем. Там, точно, будьте всегда внимательны. Там какая-то здесь штука не возвращает, а, по-моему, ошибку есть, сказать, ерунда. Во, систем. То есть, вы какую-нибудь ерунду выполнили, а там, ну, ничего не подошло. Вот. С курвом тоже будьте аккуратнее. Кто, как эти проблемы решал, вообще, как бы, если вы погуглили, есть такая битя, называется курб. Курб. Вот. Курб это просто обертка для лип-курба в рубе. Причем, по-моему, она, да, сишная обертка. Крайне мере, вы на этапе установки для запуска вашей программы узнали, что у вас это курба, там, или что-то такое. А тут вы узнали время его исполнения, что не очень хорошо. Вообще, как бы, обычно, да, обычно, если у вас есть какие-то такие вот штуки, то, как минимум, есть какие-то оберточки на рубе, которые уже там низкоуровневые. Так, а вот здесь все. Здесь, по-моему, я закончу. Да, закончу. Долго мы двигаемся сегодня. Лезь Динблат сегодня под прицелом. Воу! Я помню, даже это прочитал все. А, да, тут было обоснование, почему мы не должны использовать парцер входных параметров. Окей. не будем заставить внимание. Что мне здесь интересного, интересного понравилось? Сейчас скажу. А, вот, я помню. Смотрите, видите, вот эту строчку дир, что-то там врубить, все. И здесь видите эту строчку дир, все. А здесь тоже ее видите? А зачем? Вот, с учетом, все в том, что ваши, ваши, dependents, ваша зависимость, они вообще как бы должны подрубаться, ну, внутри, если ваш класс использует вот здесь какой-то другой класс, то желательно его подрубить. Подрубать все классы в каждом классе, это, конечно, тоже вариант. Вот. Это работает только потому, что Ruby второй раз их не подрубает. Ну, то есть, грубо говоря, если вы уже, может, вы видели эти штуки, если вы делаете require, require, shtp, наверное, что мы давай, популярные. Это все время тяжело. Секрет. Reels. Нет, боже мой. Родик, например, любой require. А, это же сцепи. Вот. во второй раз number and false. То есть, Ruby два раза не подружает один и тот же файл и один и тот же адрес. Поэтому здесь, когда у вас, типа, вы написали бездидеры, оно у вас заработает, естественно. Но смысла этого очень-очень мало. Поэтому будьте, будьте аккуратны. Так. А, да. Как это называется? Давайте. я у вас еще, как это называется? Нет, это все называется. Это не ковнокодочка, руку торже показывает. Нет, это нормально. Если что это плохо, оно нормально. Давайте еще раз. Вот это вот все. Блок. Да, это называется monkey patcher. Воват, если не ошибаюсь. Решил, что, в принципе, можно взять, пропатчить стрингу и добавить в метод ред, который вам дает штуку. Конечно, идеи интересные. Вот. Ну, реально, я говорю, стараться так лучше не делать, только ради эксперимента. Почему? Во-первых, если вы так делаете, внимание, ребят, если вы так делаете, то, пожалуйста, создайте какую-нибудь папочку, назовите ее, как-нибудь, типа там, папочка rip ext, там вы сделаете файлик string, и вот туда запихните свой код, который у вас прям, ну, прям бомбило. Делайте это в файлике printer, где-то там, ну, потом не сычите огнем, просто, какой-то файлик, какой-то ребят появился, зачем он тут есть, почему он тут что-то делает, тяжело вам будет. Вот. Сидите, пожалуйста, настроите, пожалуйста, свои DE-шки еще раз, эту штуку называют trailing space, когда у вас есть пробелок, которые ничего не делают, их надо избегать и все такое. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ой, и все, я хотел бы сказать только здесь эту штуку. Еще раз. Так, теперь, парам-парам, Терещенко и Игорь Силокин на радаре, глаголин. Да, есть ли ты. Отлично. Сейчас скажу, что у меня было интересного. А, да, вот, я даже комментарий вставлял. А до чего здесь звездочка? Ну, и, конечно, да, добавляет какую-то красоту такую интересную, мне становится красивей со звездочкой. Что-то похоже на задницу или на грудь. Ну, реально, зачем она здесь? Просто случайно? Ну, просто она там осталась каких-то экспериментов. Ну, ладно, окей. Еще раз, да, еще раз ошибка, да, вы помните все. Равно-равно-фолст, это сразу плохо. Бум-бум-бум. Да, если вам бот говорит, что у вас неправильная индентация, значит у вас неправильная индентация. Не надо говорить, что ой, я не понял, что здесь сделать. Бот, ну, он, на тупит, но тут явно индентация неправильная. Если залезть в гайд, то можно увидеть, что begin должен быть рядом с резким. Вот так вот, здесь, на одном уровне. Поэтому бот и ругался и говорил, все-все-все плохо. Еще вот по этой штуке очень прикольная история. Вообще есть такой гем, называется Sidekick. Знаете, такой может быть? Может кто-то знает или нет. Это гем для background processing, то есть для оборотких задач в background. Если залезть в его код, вот прям вот так, вы увидите, что у него есть такой интересный метод, который называется come down, бро. Ну, причем этот гем, который используют порядка там, не знаю, тысяч, тысяч, десятков, сотен тысяч разработчиков и есть такой метод. Ну, в Ruby можно объявлять такие методы, это все через EDF символы делают. Но это, по-моему, забавно. Ну, прям забавно, не знаю, клево. Это прям можно вызвать. Да-да-да. Ну, опять же, return for, return false. Все, тут было то же самое, тут то же самое. Вот. сейчас. Удаляй комментарии, не мешает нам жить. Да, ну, опять же, если бы вы говорили, что у вас неправильная динутация, у вас неправильная динутация. Тут тоже динутация, видно, что неправильная. Мне понравилось, что использовал в предотеку Curve Easy. Это за счет, потому что, короче, единственное, что, по-моему, в геймфайле ее не было. А, это Curve, да? Так она работает, Curve Easy? Клево. Ну, вот и все. Единственное, что я хотел сказать по поводу, по поводу тех штук. Поехали дальше. Человек с интересным никнеймом под именем Артем. Клево. Да, смотри, на что хочу обратить внимание. Видишь, тебе немножко подсветило слово гем. Думаешь, почему? Да, вроде бы, ну, то, что было завизировано, но оно как бы для файлов в стиле геймфайлов зарезервировано. То есть, его реально можно в любви использовать, но когда тебе посвечивают, он говорит, не, не, лучше расслабься. Так, гем, гем, гем. Что здесь я еще такое увидел? Да, не лентяничайте. Я понимаю, что можно написать там спасибо упоролся, вот, но по-моему, старина воня уже не в пыляне. Или еще в пыляне. Не знаю, то есть, как-то он раньше в пыляне, но потом нет. Не, по-моему, это уже все. Вот, да, поэтому если, ну, если писать в фильтре одну букву пустить, то есть, фильтр, то от этого понятнее становится. Фильтр, как бы, ну, считается лучше. А то, после, когда я считаю в пыляне, я вижу сразу старину воня, давайте, фильтр. Пятачок, пидзюм. А, вот, да, я же нашел самое интересное. Ну, вы знаете, почему это плохо, да? То есть, как бы, это вообще интересно, потому что я сейчас посоветую на RubyGames, там, наверное, есть какой-то логин, да? Сайнын. И кто уже сбросил? Еще работает? А нет, бэтмэл пахнет, молодец, уже сбросил. Да. Сейчас оставлять пароли, пароли и вернемы в козе, это вообще очень-очень плохо. Есть тысячи историй на тему того, как люди оставляют пароли от какого-нибудь своего логина на каком-нибудь Амазоне, потом каким-нибудь, ну, во-первых, будьте аккуратны. Понимаете, почему? То есть, это вот там, RubyGames, это все ерунда. Реально по гитхабу ходят боты, которые ищут разные пароли и аккуратнее их собирают во всех публичных репозиториях. Есть куча историй, где люди собирали свои пароли, а потом к ним приходили счета на миллион долларов, там, вот, тысячи долларов. Ну, допустим, тот же вот Амазон, который сдает вам всякие верталочки, да? Ну, то есть, вы спокойно строите свой, кроме там, пароль от Амазона, боты такие, ага, пароль от Амазона, клево. Они берут его, создают вам, не знаю, там 200 тачек, короче, там 40 гигабайтов оперативы, суперкрутые, там, не знаю, доллар в минуту стоят, вот, и, ну, майнинг гитхойны. Потом, когда вам приходят уже утром счеты на 16 тысяч долларов, вы такие, оу, а что вчера было? Да, обычно, обычно Амазон прощает такие погрешности, но, ну, потому что вообще Амазон по правде должен вам, типа, ну, подупредить свой чувак, так, как бы уже 20 тысяч долларов потрачено, но не всегда. Как такие штуки можно предупредить или убедить? Вообще, это все очень просто. Если вы когда-нибудь писали на рельсах, то это обычно делается, как, ну, вообще, где хранить информационные пайлы, это очень такой большой вопрос, часто их на этом в интернете переменных, то есть вы можете сказать, там, environment переменная, какая-то штука называется, там, rbgams логин, да, ну, тогда ваш код нужно будет записать в рубе games логин, там, что-нибудь, или там, гемпайлер. Ну, окей, хотя, опять же, поискать публичную фишку было не проблема. Некоторые хранят файлов, которые называются, там, yaml sample, потом, как ты грузин. У вас, у нас с вами будет отдельный лекция, где мы будем говорить эту тему, поэтому не буду прямо сейчас рассказывать всю правду жизни. Ну, да ладно. Окей. Идем дальше. У нас, помните, еще раз будет пару паролей, Иванути, ты не один. Зайдем подо всеми. Бум-бум-бум. Во, да. Мы сейчас смотрим на Mario S. А как мы потом найдем тебя в нашем списке людей? Наверное, интересно. Иван Мариан. Неплохо, но я не думаю, что мы найдем тебя в списке. Ладно, ну, просто нам уже обычно фамилия, а потом имя. Вот. Мариан, мы узнали, он схитрил. Он, чтобы не грузить все пайлики, как грузили вы, он сказал, давайте нашу переменную world pass, которая обычно хранит себе пути для того, чтобы загружать все, мы добавим нашу вот либу. Вот. Это интересный способ что-то такое сделать, то есть, как бы, реально прям зачет. То есть, потом можно делать require, как, делал, я не делал, что-нибудь такое. А, он, наверное, делал внизу, да? А, ну вот, он делал require relative там, бла-бла, и погнали. Это relative. Так тоже можно грузить всякие скрипты из ваших библиотек, это прикольно. Вот, но не переусердывайте, у world pass, как бы, он работает самим быстрым образом, он проходит через респресс. Все остальное здесь довольно прикольно, кстати, могу обращать ваше внимание, то есть, здесь был прям интересный способ выбора компараторов из этого из хэша вот таким образом через прок-объекты. Поняли всю суть? Ну, я вам просто брал нужный компаратор ему через из этого и отсюда вот из хэша, он говорил, вот мой теперь там, как я буду сравнивать все объекты и так далее. То есть, это прям зачет. Прям клево. При этом Мариан использовал механайз целый, целый механайз, тоже довольно интересно, но при этом можно обойтись очень проще быть напишкой. Ну, все остальное довольно клево, можно почитать козик. Так. Когда же вы кончите? Больше не будет. О, Катя. Катя у меня здесь? Нету Катю. Ну, вот. Да. Опять же, слушайте боты, если вам пишется, что ваш резкий не на том же уровне, что другой, то значит, надо так и быть. Хороший. Причем, Катя, она, по-моему, пишет на тотнете, даю большой привет, поэтому классы у нее такие большие все. Ну, по привычке. Там прям, то есть, много всего. Ну, просто тотнечики не привыкают писать много кода и так далее. я хотел поговорить с вами вот здесь. Вот, так, Катя, хотел поговорить о такой штуке. в принципе, Катя сделала на каждый класс, который у вас был, прям разные объекты. Словно говоря, мы не передаем, допустим, версии, гемоверсии, да, гемовершин, у нас отдельный класс, который передает, который отвечает за версии гемов. Значит, мы найдем гемовершин. Сейчас мы его найдем, подождите. Класс гемовершин. А вот он здесь. Вот, ну, то есть, типа вот такого. В чем в этом гемоверсии она перегрузила все операторы и так далее. В общем, конечно, идея клевая, прямо как в Дотнете. Вот. И вот проблема в том, что я не могу, конечно, что-то очень плохое про это сказать. То есть, наверное, как бы это имеет смысл и все очень классно, но какие-то вот рубитов не делают. Не знаю почему. Ну, то есть, почти я не помню в своей жизни, чтобы я перегружал, в принципе, там методы каких-то классов, чтобы их сравнивать. Вот. Но при этом, как бы, наверное, интересно. Вам еще нравится такая штука? Давайте. Нет? Почему? Много кода, надо написать меньше кода. Да, реально в рубе стараются обойтись какими-то очень базовыми объектами, которые вы копируете, то есть, там, условно, массивы, строки, хэши, там, цифры, да, нежели создавать какие-то классы, потом перегружать их к методу. Наверное, это как бы как со мной правильно, записано может неправильно, фиг его знает. Тут вам решать. но точно не RubyWay. Поэтому например, как это можно писать в стиле Дутнета, можете посмотреть. Это интересно. Погнали дальше. 301-й, 301-й. Глеб, Микулька, что у тебя интересного? А, то давайте мы поймем то же самое. Единственное, смотрите, вопрос. Зачем наследовать версии от массива? Глеб, ответишь на вопрос? Ну и Глеба сегодня нет. Зачем? Нет? Ну я прошу, зачем исследование версии от массива? А что-то больше, меньше, меньше, меньше. South это ты, а это меньше, равно x. Второй аргумент. Меньше нуля. Я с трудом понимаю, я понимаю, зачем это было нужно. вот это вот оператор что значит? Очень интересный оператор как бы в рубе это такое типа сравнение всего. То есть, чтобы не определяясь каждый раз все операторы, больше, меньше, равно, обычно ты можешь использовать что-то типа меньше, больше, равно. не знаю, я не знаю, как это работает вот здесь. Сейчас погуглим, чтобы он точно... да-да-да, а что такое было? А, все четко, все правильно, сравнивает минус 1, ноль и один, да? Короче, использовал его два раза в жизни. Вот. Ну и получается, как бы, если сравнивать меньше нуля, то он будет, получается, минус 1, а этого это будет меньше, а это больше, это равно. Реально, это все пишется, как dev меньше или больше равно и self x больше или меньше или равно. Наверное, вот так. Но при этом вопрос, который у меня возникает, а зачем это вообще нужно? Есть идеи? Ладно. Олегович, да. Еще раз. Символ, еще раз. Так. Вот так вот? Да. Ну, кавычки ставить. Нет. Файн. Ну, не знаю, он DuckDuckGo так делает. А еще Google DuckDuckGo. Клево. Что не так? Ты ищешь символы в Google? Даже интересно. Нет, видишь, не знаю. Не работает. Ну, я написал Ruby символ, тогда ты как бы точно его ищешь. Он тогда этот срок воспринимает. Ладно. Короче, по поводу того, что мы сейчас смотрим у Глеба, как-то много всего. Я не знаю, почему так много всего получилось, как-то прям много всего получилось. Как-то у нас есть какой-то аналайз, который что-то делает и так далее, и так далее. Мне кажется, Глеб очень сильно загнался использованием каких-то перепределений, там, версий и прочее, и как-то он как-то поэтому получилось сильно, много. Но я вот как раз хотел обсудить, почему это делать. Ну, ладно. Мы не поняли, зачем. Антон Дайсик, Антон Дайсик, сейчас посмотрим, что здесь, может, с обыском режима вперед. Бум-бум-бум, Бум-бум-бум. Да, смотрите, тут что-то интересное такое, можно посмотреть. Вести константы, которые на ней объявлены здесь, URL, CSS, string. Реальность такова, что зачем нам эти константы вот здесь? Мы их видим как параметры page и как эти. Ладно, допустим, URL, она CSS, стринг, зачем нам здесь нужна? Подводите, я тебе вопрос интересный. А если я передам другой CSS, он заработает как-то по-другому? То есть, условно говоря, сейчас, секунду. как это найти? Может, это мой GetVersions. А, теперь еще другой код, что происходит. Вот. GetVersions. Вопрос. Цель этого класса? Класс page инициала инициала и скала и скала и скала. Вопрос. Антон? Ты пытаешься придумать цель этого класса? То есть, почему я не могу взять все эти вот две строчечки кода и выполнить их прямо вот здесь? Почему я должен написать целый код, который мне отдает по-другому надо что-то другое искать? а почему не можешь стать просто на Кагире? Ты смотри, вот если взять эту штуку, да, написать ее в page new вот сюда. Вот сюда. А здесь написать CSS что-то изменится? Нет. Практически нет. То есть, как бы, ну, очень реально усложняет. То есть, если бы это была цель класса искать там гемы на RubyGame, тогда понятно. Но реально как бы цель класса как-то потеряна. То есть, искать по CSS селектором страницы. Ну, так цель на Кагире HTML искать по CSS селектором на странице. То есть, у нас есть уже такой класс, который, в принципе, сделает неплохо. Поэтому не надо изобитать своих интерфейсов и оборачивать чужие. Такие уже, существуют. Ничего лучше вы не придумаете. При этом, смотрите, еще вопрос. URL плюс require гемы это сразу плохо. Знаете, почему? Потому что рано или поздно ваш код будет работать как URL у вас будет как-то строка, и вы будете делать URL плюс нил и получите какую-то очень классную ошибку в стиле undefined local variable метод вот такую. Ну, то есть, вообще непонятно, что это. Нил непонятно, куда. Вот, поэтому не надо ничего складывать с строками, это осталось в прошлом, используйте конкратинацию. Конкратинация рулят. Или интерполяцию. Это интерполяция, да. Интерполяция. Все. С тобой закончил. Следующий пациент. Это Милкино. Присутствует сегодня в зале? Видимо, не очень. У меня был вопрос почему-то как-то почему строки такие длинные? То есть, нет. Ну, то есть, если по-моему читать этот код, получается что? У вас есть какой-то object version, которого вызывается getVersion, который передается object name, которого вызывает getName, и который передается параметры, причем этим параметрам он идет сюда, а эти параметры берутся отсюда все-таки. В общем, без 100 грамм не разобраться. Я к тому, что вот тут, когда раз правило, которое сегодня Вася говорил, имеет право место быть. 80 символов для таких случаев очень хорошая штука. Ограничиваются эти штуки все. При этом, если вы пишете код, который у вас несколько строк, вторую строку желательно отделять на два пробела. То есть, здесь было бы два пробела getVersion. Потому что, ну, тогда, то есть, мозжер сливает, как будто это следующая строка пошла, а это нет, здесь точечка стояла. Будьте внимательны. сейчас что-то еще найдем такое. А, ну да, как бы и все. Получается, что, в принципе, классы такие очень легенькие, а вот здесь вся логика практически была вот здесь. При этом, говорите, используйте аккуратно вот эти вот if not все. да, во-первых, if not точно анлес, как минимум, да? Да, еще да, if not not matched. Еще и empty, кстати, в конце. В общем, мне пришлось бы выпасть много коньяка, чтобы понять, как это работает. При этом, насколько я понимаю, если я все правильно понимаю, то мы начали ищем для двух аргументов, потом мы внезапно создаем, что у нас все-таки три, и еще раз ищем. Антон, мы еще ищем, то есть мы берем те, которые отфильтровали и еще ищем по второму. Вот. Как-то вот это все хочется где-то скрыть вот всю логику, почему-то вот как-то вот спрятать все как грязное белье в корзину. В общем, вот. Так, 311. Или это уже был 311? А нет. Плохо. Все плохо? Тут уже свой номер, что ли, знает? Почему все довольно неплохо в целом? Ну, вот это все поняли уже, наверное, давно. Да, тут какая-то веселая штука с кучей регулярных выражений. То есть, ну вот, честно, просто вот вы прикиньте, что вы читаете, только по 12.0. Ну, там какие-то штуки, потом пробел, потом еще какие-то символы, и там что-то надо, короче, из них выбирать. Тяжело. Поэтому регулярки злой. Очень тяжело понимать мозг, мы их надо сидеть, короче, прям выбирать. Поэтому вот просто опасайтесь регулярно, как огня. Но поэтому умейте с ними работать. Это главное. OpenJSON. Все клево. Ну, то есть они... А, ну да. Фу. В общем... В общем, в общем... Вам не кажется, что эта штука похожа на копипасту? Ну вот, как-то раз, как-то два, как-то три, как-то четыре, как-то пять. Вот. Как только вы пишете код, начинаете копипастить, как бы, ну, сразу бейте себя по рукам, потому что я думаю, делать что-то не так. Гарантированно, что делать что-то не так. Просто бойтесь. Бойтесь того, как зла. Особенно нужно в первом этапе. Пока все. Чего-то как-то я быстро. О, старина. Будем тебя разбирать. Во. Почему вот так? Потому что... Ну, чтобы убрать преднуждение хамбурга. Я понял. То есть, ты тоже писался, пытался восемь символов писаться. Ну, зачем пишешься? Вот. Это вопрос. Зачем вот так? Ну, ты понимаешь, что это делали, но почему нет? То есть, мы берем из регулярки... Но вывертываем и сделаем только операнты. А почему это не вызернуть раньше, а потом передать как уже оперант? А можно вырубить. Да, то есть... Потому что... Ну, вообще, все символы, они должны были быть в одну штуку такую, длинную, да? Ну, то есть, это одна строка вызова. Вот. И это было бы очень тяжело понять, что он в конце где-то выдергивает, что-то такое. Поэтому лучше выдергивать в отдельных кусочках кода. Это приятнее. При этом, по-моему, в самом файле получился то ли большой, то ли тут все в одном. Нет. Большой. И все. Вот это уже второй. А, есть несколько. Сейчас найду. Окей, я, в принципе, понял, где-то примерно... То есть, GameFinder был здесь, по-моему, по-моему, я потерялся. Найдите меня. Видишь, вот когда, когда у тебя учиться объявляется в каком-то в главном файле у нас почему-то подключаются разные штуки, определяется класс, потом документация, потом поскольку какая-то неведомая штука, потом партятся какие-то аргументы. Слушай, это так вот. Ну вот неведомая штука, это документация, это докопт, это тем, как у вас это странно. Не-не, я понимаю, что докопт будет. Я потому, что как-то в бизнес-постоке много всего происходит, а все разные. Ну, так на том, что это странно. да, поэтому вот это вот странно все, это вот как-то странновательное. Ну ладно, докопт сойдет, с аргументами я понял, почему. Смотри, вот такие штуки реально через три недели ты не поймешь, что они делают. Ну, то есть опция или опция, или, или, или меньше, ты такой, вот поэтому старайся как-то все аккуратненько то ли спрятать, как-то это оптимизировать и вообще поискать решение, которое было уже как бы, ну, сделано. Как все делали, все ленивые делали уже решение. А почему connection error? Зачем он был нужен? Ну, если нет интернета, там вообще нашел. Да, если выкидывается как error, он не нашел. А что такое helper connection error? вообще такие штуки можно делать прикольнее на самом-то деле. То есть на него можно передавать просто блок. То есть, условно говоря, ну, там, вот так вот. Ты, да, там просто, ты, там. Слушай, я просто как-то писал, я думал, что helper будет больше, что у него будет целая пульс, то есть, connection error, там, разгменты, разгонцы, а потом было просто, ну да, еще он по принципу может быть не нужен в целом-то. Вообще, как-то все намешал. Как-то все, все яйца в одну позину сположил и как-то потом тяжело это воспринимать мозгами. Старайся как-то это все разнести в разные штуки. У нас 9.40, боже, ты мой. Давайте выберем еще три работы и пойдем домой. здесь больше ничего интересного. Пропустим? Я могу посмотреть, не волнуйся. Я просто не все уже штуки помню, что я хотел рассказать про них. А, вот. Товарищ Игорь Казакевич, послушал мальчику по методопограммированию. Что сделал, кстати, через методопограммирования? Смотрите. Да, у вас есть метод instance variable get. То есть, но его использовать нужно только когда тебе нужно что-то там прям сильно сделать. Его не нужно пользоваться постоянно. Всего вообще лучше его не использовать в принципе, забыть понятие. Да, 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 да. Как только вы начинаете заниматься методопограммированием там, где он не нужно, это сразу какая-то такая странная штука. То есть, вы пытаетесь. Ты взбрал у объекта инстиспеременную. Ну, зачем? Для этого есть разные другие механизмы в этом мире. Теперь знаешь? Я не знал. Не знал, а ты лидер? Я не знал, а ты лидер? Да, ну ладно. Ничего страшного. Вот, давайте выберем одну из пяти. Десятая, тридцать, третий, пятая, скажите, это 0, 3, все тройки. ништяк. Все, посмотрим. Аааа, попали на дичонку. Если у нас Лера был в истории. Передадите ей. Аааа, вот, это что-то комментирует, что-то, ништяк. Смотрите, во-первых, я даже помню этот код почему-то. Почему я помню этот код? Все, вспомнил. Через old pass все такие штуки, все классно, тут все работает, замечательно. Почему этот цифр не посвечивается? Понятно, почему. Option, pulser, fetch и так далее. А, я помню, почему он помнит код. Он похож на код, который я писал когда-то на какой-то лекции. Поэтому я его помню. Mechanize, все взяли, забыли. нет простой строки, мы уже пообсуждали здесь. Include version и штуки. Вот, мне единственное, что понравилось, может быть, не все до вас задумались, обычно у вас есть такая штука называется version, как там, вы получили какой-то массив ваших версий, да? Вот тут вы из этого взяли его, получили. Очень крутая штука, эти же версии, как бы, это вот прям есть такой класс, называется game version. Вот кто-то там, по-моему, это пытался делать, у него был класс, который наследовался от массива, да? Классы version, который наследовался от массива. Вот. Вот же он, game version, тот фактор вам нужен. Если вы читали документацию, то вы понимали из себя имя версии, прям вот имя, строкой. Потом все эти версии можно аккуратно сравнивать вот здесь. здесь в селекте, когда что-то было, просто сравнивали с версией вот здесь вот, send, оператор, не датвершин. Все поняли идею? А, я какие-то скучные, никто не понял. Давайте про домашку. Еще раз, Паш, у кого-то есть проблема, которую кто-то хочет решить? Домашка, который вас, типа, ждет, это усилитый греб. Вот. Поэтому она такая, типа, с дополнительным изданием, которое вы можете сделать. Можно по-нибудь вопросам? Давай. Смотри, когда проект в какой-то выпуске на фарфакте, если вам попадаются там картинки и тому подобное, бинарные файлы, что с ними делать? На них и глинашу, если их открывать, и по-моему, то есть окей. А что делать с ними греб? Ну, вот, серьезно. Вот у нас есть какой-то файлик, назовем его, не знаю, какую-нибудь картиночку. По-моему, он просто их пропускает и все, говорит, чувак. А, он вообще делает подтверждение. Нет, он же не проходит. Греб сам не проходит. Проходит, попав, что-то на лес. Что-то делать, что-то проще. Нет, в греб можно приобретать функцию файла, давайте по ее ищи. Ну, если там нормально. Ну, вот, давай посмотрим. Папочка GoPro. Какой-то там 2014-й хирурбач. Может, и мой. Греб, блабла, блабла, GoPro, любой. Ну, все, ничего не делает. Ну, видимо, их пропускает, и явно что-то в них не ищет. Греб он пропускает. А? Греб он пропускает. Как он проверяет, что там в картинке. Я же не буду писать, что там в точке ЧП, ты там даже открывать список всех там форматов, смотри, там в этой картинке точка PNV, там в точке ПНВ, ты не знаешь, если там в гребляде, картинка. Смотри, вообще, что такое бинарный файл? Давайте упростим, просто будем их пропускать и говорить, что это бинарный файл, извини, чувак. Будем пропускать бинарный файл, говорить, чуваки, это бинарный файл, извини. Как ты узнаешь, что это бинарный файл или не бинарный? Ой, короче, он проверяет определенные символы, еще отдельно, определенные, там, смотрит их количество, проверяет отношения, говорит, типа, это бинарный, не бинарный. Проверяет, если там картинки, тоже нравится. Я бы только просто... Я специально открывал, я сейчас увидел. Я понял. Просто не загоняйся. Ну, реально, просто представь, что у тебя в этом мире, ребят, тише, потом будете вопросы задавать в скайпе, я вам не отвечу. Буду злой. Молодцы. Просто представь, что бинарный файл не существует. Представь, что они все текстовые, все. Ну, реально, тут не надо загоняйся так сильно, было немножко другой требование. А где еще про архивы? Давай. А в архиве один файл или может быть несколько? В архиве может быть несколько файлов. И обязательно сначала распаковать, потом проверять, нельзя там время архива, заходить в интерьер архивы, проверять, что я все. Заходить в интерьер архива? Но в русле не распаковать, просто читать из архива данные, или... Да, 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 да. Вы же именно распаковать, потом прочитать? По-моему, там можно без условно распаковки делать. Это можно без распаковки, без распаковки проблем. Я не знаю, почему это возникло, есть такой гзипридер в Рубе. Ты его использовал? Да, G-Lip. Z-Lip. Да, да. И в чем проблема? Ну, у меня есть лейк заработает. Просто заработает. Я его и так и сам пробовал за вашим. Я не работаю. Мне трудно, мне трудно ответить на вопрос, у меня просто не работает. Вот. Окей, покажешь потом. Я не знаю, почему он не работает, но он не работает, допустим. Хорошо. Попробуем и так, и сяк. Нет, ты не работаешь в Ридер, а он именно распаковки работает. Тебе же нужен Ридер. Тебе же нужен Ридер. Где-то здесь написано распаковать. Ну, вот это рожать. Ты что, не искайся ему по бинарному файлу, потому что на его, надо его распаковывать, это разные вещи. Окей. Некоторые, по-моему, уже сделали третью домашку, да? Надо давать новую, четвертую. Ну, что, я пишу гребку или пишу что-то другое? Там вас кто-то уже написал, может, ему уже скучно будет. На одной из лекций я предлагал твит, который вам вставляет кусочек вашей подписи в ваши все фотки, типа или ватермарк. Она такая, довольно простая получается, в принципе, можно с какими-то опциями придумать. Может, у вас есть предложение? Я просто устал проверять гребку. С механизмом? С механизмом? Типа, чтобы кого-нибудь заспамить. У него есть сайт, который он не любит? Да. Какой? Суэрбай. Суэрбай. А, ну, все, я помню, да. У нас... Не-не-не, у нас была такая задача. Окей, смотрите, все очень просто. Все знаете сайт, как там, Суэрхелкер, да? Да. Вот такой задача, по-моему, даже кто-то где-то не описал ее. Смотрите. Ну, знаете, у вас как бы, то есть, с чего начинается новый семестр, да? Это у вас там словно новое расписание, вы заходите в это ваше расписание. Где-то в этой штукой больше, что мы. Расписание. Дайте мне какой-то номер группы. 650-504, что-нибудь такое. Нет? Что-то такой группы нет? А, экзамены, сори. Так, ну, вот, типа... Да, есть такая задача, у вас сразу-таки пребы-то в кучу, да? Какие-то такие Третьяковы, Глицевичи. И вот, как бы, все, что вы делаете обычно, вытесли на Глицевича, и прямо вот сюда такой поиск по сайту. И вот, Глицевич Иван Иванович. Отлично. Ну, и типа, считаете, что за чувак. Вот. Я потом напишу текстом, как это должно выглядеть, но как бы по факту это должно выглядеть примерно так. Вы должны запросить свою цепь, вот, типа, там, не знаю, lecture teller, вот. И там, сказать ваш номер группы, допустим, да? Да, и вам нужно пойти ваше, найти ваше расписание здесь на сайте, взять преподавателей, пойти на свой хелпер, найти каждого из них и вывести до каждого, словно говоря, преподавателя и его отзывы, которые по нему. Ну, типа, что можно сразу в любой группе вводить и так далее. Помнили идею? В консоли. В консоли. Это место Греба? Это будет место Греба, я его... Ну, кто хочет сделать Греб, можете сделать Греб, но это веселее. Давайте чем-то это усложним, это все это скучно. Что-нибудь с сетями? С сетями, в смысле с сетями? Нейронными. Как эта штука называется? Вообще, в теории, в теории, в теории, в теории можно найти пойму серверс, который определяет негативно того за перипозитивный. Ну, словно, должно быть если у вас слово есть там черный дурак, то, скорее всего, чувак не очень хороший. А если там клевый и жжет, значит, типа, ну, клевый чувак. Как эта штука называется? Text warm? Text warm? Нет? Text. Нет. Ну, это, наверное, текст-анализ, как бы, ну, как-то вот... Должен какой-то для этого сервис, явно. О, сейчас придумал, сейчас, секунду. Точно. Мы будем делать немножко тупым образом, смотрите. У вас будет какой-то файлик, в котором вам будет список всех слов, которые были негативные или позитивные, да? Все равно у вас будет какой-то yaml файл. Давайте поиграем с yaml файлами, в котором будет, типа, позитив, ну, ворклс, позитив, негатив. Обязательно, там будет какой-то массив, типа, там, дурак. Чему нет? клевый дурак. Вот, ну и негатив. Вот. Это все будет угрузить с файлика, чтобы это все было клево. При этом у вас будет задание со звездочкой, я всем ребятам, кто сделает какой-то такой типа-ля анализ самых там позитивных и негативных слов, придумал какую-нибудь прикольную плюшку. Ну, словно говоря, вы можете просто выгрузить все комментарии для всех преподавателей и просто там словно руками поставить, что это был хороший или плохой, или там используя какой-то сервис, да? Потом найти, какие мы самые часто используемые слова в этом всем этом деле. Ну и потом сделать такой файлик, типа вот прям позитивных, негативных слов. Для всех кто хочет заглядяться с датами, типа, ну, данные, агрегировать и посмотреть всякие штуки. Как вам задание? Сойдет? Веселей, чем Греб? Окей, тогда я сегодня напишу вечером вам условия того, когда все будет сделаться, но это нужно сделать до понедельника. Оу, ну да, а что у вас на выходных? Вот так вот жизнь тяжела, у вас три дня. Все, ребята, всем пока!